Порецкое Село Порецкое в Суздальском районе расположено на высоком берегу реки Нерль, рядом с устьем реки Покаляйке. Впервые село упоминается в 15 веке как вотчина московского митрополита. Название Порецкое носит несколько сел в России, в нашем регионе, Чувашии и Ульяновской области. Скорее всего, модель образования таких названий была одинаковой. Дело в том, что все эти села стоят на реках. Вероятно, когда-то давно в речи местных жителей или поселения обозначались как села по речке. А если учесть, что в этих районах было распространено такое диалектное фонетическое явление как цоканье, то становится понятным, что от выражения Порецки и могло появиться название Порецкое. Цоканье, то есть неразличение звуков С и Ч и совпадение их в звуке С было характерно, в том числе и для Владимирской области. Поэтому данная теория представляется весьма убедительной. Стружанин. В говорах Владимирской области встречается существительное «стружанин» для названия плотника. Вероятно, что существительное «стружанин» образовано от существительного «стружка». Суффикс «анин» вносит в слово значение принадлежности к определенному коллективу группировки, позволяет отнести слово «стружанин» к так называемым профессиональным именованиям, указывающим народ деятельности человека. Сфотографироваться в «анфас» или «анфас». Слово «анфас» является наречием. Оно произошло от французского «энфас» – «спереди в лицо» и означает «лицом к смотрящему». Уже во внутреннем лексическом значении самого слова заключена предложная семантика. Дублирование ее предлога «в» представляет собой тевтологию, получается «вфас». Употребление в «анфас» возникло, вероятнее всего, под влиянием предложного сочетания в профиль, где профиль – существительное в значении вид сбоку. В настоящее время норма не является строгой, и в разговорной речи допускаются оба варианта. Однако, если вы хотите соответствовать строгой литературной норме, то лучше употреблять наречие «анфас» без предлога – сфотографироваться «анфас». Тиктокер Слово произошло от названия китайской социальной сети «Тикток». Тиктокеры – это блогеры, которые пользуются этой соцсетью. Что именно они там постят – вопрос отдельный. Аналогичное название пользователей есть и в других соцсетях, например, инстаграмщики. Субтитры создавал DimaTorzok